Время новостей. В студии Анна Ниченко. Здравствуйте. Вопрос поставки воды в оккупированный Крым Украина рассмотрит в случае гуманитарной катастрофы. Об этом в эксклюзивном комментарии нашему телеканалу заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук. Он подчеркнул сейчас всю ответственность за происходящее на полуострове несет Россия, в том числе в вопросе обеспечения водой населения. Я руководствуюсь международными нормами, а именно страна, оккупировавшая любую территорию, несет полную ответственность за жизнь людей в этой оккупированной территории, за политику, которую он там проводит, за состояние народа, в котором он находится. То есть это дело или ответственность оккупационной власти. Оккупационные власти больше года обещают построить станции опреснения морской воды. При этом, как выяснило издание Крымреалии, на фоне острого дефицита воды для населения, в первую очередь опреснительное оборудование решили купить для поселка Парковое, в окрестностях которого находятся резиденции первых лиц России. По последним данным так называемого Министерства ЖКХ в оккупированном Крыму, два водохранилища, Симферопольское и Загорское, остаются на мертвом объеме, то есть запас исчерпан и не пополняется. Еще три приближаются к этой отметке. Подозрения в государственной измене объявили троим руководителям организации «Украинский выбор». Они, по данным следствия, причастны к организации незаконного референдума в Крыму и способствовали оккупации полуострова. В частности, двое были участниками незаконного вооруженного формирования, третий участвовал в пророссийских митингах, сообщает прокуратура Крыма. Накануне, напомню, Служба безопасности Украины провела обыски в офисе организации «Украинский выбор», право народа, учредителем которого является народный депутат Виктор Медведчук. Следствие по организации псевдореферендума в Крыму продолжается. Новое доказательство по делу о поставках в Украину из России товаров двойного назначения обнародовали в СБУ. В организации схемы подозревают бывшего народного депутата Семена Сменченко и Евгения Шевченко, известного как внештатный агент НАБУ. По информации следствия, они, среди прочего, закупали детали для зенитно-ракетного комплекса для перепродажи украинским оборонным предприятиям с накруткой в цене более чем в пять раз. Служба безопасности Украины обнародовала скриншоты переписки и аудиозаписи фигурантов с потенциальными заказчиками. Ну это же военные проверяют, военпреды проверяют, если еще и изделия, и новые, блин. А вот, ну стоп, если новые, нам же сказали, что нам запрещено военно-техническое сотрудничество с Россией после начала конфликта. Конфликт 2014 года. А Квестерон, вы говорите, новый, 2017. Как вот это? Ну, об этом все знают, как бы, я так скажу. Какой порядок цены у вас вообще? Порядок цены, я так понимаю, в районе 250 тысяч долларов за гнейку. И трех метров. В Украине отмечают День национальной гвардии. В этом году силовой структуре, которая объединяет военные и правоохранительные функции, исполняется семь лет. Хотя существовала нацгвардия раньше с 1991 по 2000 год. Возродили ее после оккупации Крыма и начала российской агрессии на Донбассе. История национальной гвардии неразрывно связана с историей борьбы украинского народа за свою независимость и территориальную целостность, подчеркнул президент Владимир Зеленский в своем поздравлении. С первых дней российской агрессии вы были в эпицентре событий, которые решали судьбу Украины. В мае 2014 года состоялось первое прямое боевое столкновение с пророссийскими наемниками в окрестностях Славянска. Благодаря вашему активному участию, стойкости и мужеству удалось остановить распространение части Украины пресловутого вируса сепаратизма. 18132 новых случаев COVID-19 в Украине. Это максимум за все время пандемии. Больше всего новых заражений в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях. Умерли за минувшие сутки 326 человек. Выздоровели 7138 пациентов. Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Лешко отметил, что в стране растут темпы вакцинации. При этом он успокоил всем, кто получил первую дозу препарата Ковишилд, будет введена и вторая, несмотря на временное прекращение экспорта вакцины из Индии. Препараты одной формулы взаимозаменяемы от разных производителей, сказал Лешко. Вакцины, которые есть на одной платформе, например, векторная вакцина, о которой мы говорим, это Астразенека. Если она произведена на различных площадках, она взаимозаменяема. Поэтому вакцина, которая производится на европейских площадках, на корейских, на индийской площадке, может использоваться с одной площадки для первой прививки, а с другой – для второй. В Суэцком канале начали углублять дно, чтобы освободить проход суден. В ночь на 24 марта там сел на мель один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given. Его длина больше 400 метров, и он полностью заблокировал движение в обе стороны. В очереди уже более 200 судов. Суэцкий канал – главная торговая артерия между Европой и Азией. Это самый короткий путь между континентами. По предварительным данным, причиной аварии послужили сильный ветер и песчаная буря. Взыскать убытки власть Египта, для которых этот канал – основной источник дохода, собираются судовладельцы. Второй день из-за аварии растут цены на нефть. Им придется подвести небольшие контейнеровозы к кораблю и начать разгружать часть контейнеров с главного судна на более мелкие. Но здесь все зависит от погоды. Ветер может усложнить работу. Мы никогда не сталкивались с чем-либо подобным. Вполне вероятно, что пробка будет рассасываться несколько дней, а то и недель, поскольку придется ждать, пока исчезнет накопившаяся часть судов, ожидающих возможность проследовать через Суэцкий канал. Новые детсады, школы, стадионы и больницы. В Херсонской области в прошлом году построили и реконструировали свыше 20 социальных объектов в рамках программы «Большое строительство». На этот год запланировано еще 15. Что и как изменилось, расскажут наши корреспонденты. Яркое здание с разноцветным фасадом украшает голую пристань. Это местный детский сад. Сейчас здесь занимается больше 200 детей. Какая это птичка? В прошлом году здесь провели реконструкцию в рамках программы «Большое строительство». Самый важный акцент при реконструкции сделали на энергосберегающих технологиях. Утеплили стены и подвал. В саду стало гораздо теплее. Мы уже с детьми забыли, что такое теплые свитерки. Даже иногда надеваем детям футболки, потому что в нашей группе температура достигает 28 градусов. Я считаю, что это очень хорошо. Дети себя чувствуют комфортно. Планируется музыкальный зал и одновременно зал для спортивных занятий физкультурой. А этот садик в Херсоне только строится. В последние 30 лет жителям этого микрорайона приходилось возить детей в другие части города. Ведь своего садика у них не было. Ну да, наиближшие садики находятся очень далеко, в Шуминском микрорайоне. И, конечно, есть потребность у местных территориальной общины, чтобы был садик по закону ближе к месту жительства. Планируется три группы по 15 человек. Группы в Ясли, говорит будущий директор садика, уже набраны и ждут окончания строительства. Сдать объект обещают к началу нового учебного года. Сметная стоимость этого объекта 31 миллион. Основные работы сейчас проводят. Это кровля, устройство кровельного материала. На сегодня есть уже коробка. Началось внутреннее обустройство. Садики, школы и стадионы в прошлом году в рамках программы «Большое строительство» в области построили и реконструировали 21 социальный объект на сумму 225 миллионов гривен. Среди них и приемные отделения городских больниц. Один из них – новый мультиспиральный компьютерный томограф последнего поколения, который уже работает, и исследование пациента выполняется в режиме круглосуточно. Кроме социальных объектов, в программу включили строительство моста-перехода. Он соединит две части города, а также ремонт Дворца культуры и аэропорт. Сейчас там реализуется светло-сигнальная система. В этом году мы должны ее реализовать. Задержка была в прошлом году, потому что, вы знаете, карантин. Были закрыты границы, и огни у нас заказываются из Великобритании. А сама система пуска этих огней итальянская. В 2021 году в области построят еще 15 социальных объектов. Кроме них в список может попасть и масштабный проект строительства лечебницы на Арабатской стрелке. Янина Лебедева, Сергей Тымчинский, Новости Украины. В этом выпуске «Ставим точку» и уже готовим следующий. Тем временем, традиционно заходите на наши страницы в социальных сетях. Узнавайте о главном в удобное для вас время. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова